Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые студенты. Мы с сегодняшней лекции начинаем раздел частной фармакологии. Фармакология отдельных лекарственных препаратов, относящихся к различным фармакотерапевтическим и фармакологическим группам. И начинаем мы с вами изучение частной фармакологии с фармакологии синаптотропных средств. Я позволю себе напомнить вам, что синапс в переводе с греческого обозначает контакт. Контакт это не что иное, как контакт между одной нервной клеткой и другой нервной клеткой. Если бы этого контакта в коре больших полушарий не было, нервных клеток, а напомню вам в неокортексе порядка 20 миллиардов нервных клеток, то не было такой функции, как сознание или осознание реальной действительности. Ведь действительно, кора больших полушарий, являясь субстратом сознания, сделала человека человеком. И все это благодаря контактам нервных клеток между собой. Нервных клеток между собой. Я позволю себе напомнить, что каждая нервная клетка в мозге контактирует с одной-десятью тысячами других нервных клеток. Именно поэтому нервная система называется системой. И эту систему определяет наличие синапсов. То есть контактов между пресинаптической нервной клеткой и постсинаптической нервной клеткой. Пресинаптической нервной клеткой и постсинаптической клеткой исполнительных органов и тканей. Сейчас мы идем с вами дальше Я пытаюсь запустить этот процесс Вот то, что нам придется изучить в течение того учебного года, который нас ожидает Мы начинаем с фармакологии рецепторов и синаптической передачи Вы видите, красной стрелочкой я обозначил тему Фармакология синаптотропных средств То есть препаратов, которые работают прежде всего в области синапсов В нервной системе, центральной, периферической нервной системе А также в окончаниях нервных клеток, в исполнительных органах Средства, влияющие на чувствительные окончания, нервные проводники и спинномозговые корешки То есть защищающие рецепторы, возбуждающие рецепторы А также местные анестетики, фармакология местных анестетиков Эти темы входят вот в этот раздел, который вы будете изучать исключительно самостоятельно Сегодня мы начинаем с фармакологии синаптотропных средств Две-три лекции на эту тему И мы перейдем с вами к огромной теме, к огромному разделу Который носит название фармакология частных физиологических систем Нервная система, 4-5 лекций Фармакология системы дыхания Фармакология системы пищеварения Три лекции фармакология сердечно-судистой системы Мочеполовой системы Далее переходим с вами к фармакологии антиинфекционных препаратов Смотрите какой ровный раздел Потом заканчиваем мы цикл лекций И это будет в конце учебного года Фармакология обменных процессов Сюда войдут не только фармакология гормональных, витаминных препаратов Фармакология крови Но и будет фармакология иммунитета Фармакология аллергии Фармакология атерогенеза Фармакология бластомогенеза Или цитостатические противоопухолевые препараты И так далее Вот все то, что ожидает нас в этом учебном году 2020-2021 год Итак, фармакология синаптотропных средств Я позволю себе напомнить вам, что синапс Это место первичной фармакологической реакции Или мишень для действия различных лекарственных препаратов Но если они действуют в области синапса Они носят название синаптотропные средства Вот они, синаптотропные средства Это лекарственные препараты Которые изменяют скорость проведения нервных импульсов в синапсе Ну а синапс, позволю себе напомнить вам из физиологии Из гистологии Это высокоспециализированная морфо-функциональная система Расположенная в месте контакта Мы с вами уже договорились И я это буду повторять не раз Что синапс в переводе с греческого обозначает контакт Это контакт нейрона с другими нейронами Или с эффекторными клетками различных органов и тканей В зависимости от характера передатчика нервных импульсов От пресинапс на постсинапс Или в качестве медиатора Нейротрансмиттера Различают целый ряд биологически активных веществ Только в мозге Их идентифицировано чуть более 50 Мы будем с вами говорить о ведущих Если медиатором является ацетилхолин То это холинергические синапсы Холинергические синапсы А значит лекарственные препараты Действующие в области холинергических синапсов Будут называться холинотропные Если норадреналин медиатор передачи То это адренергические синапсы Адренотропные средства Дофамин Дофаминергические Дофаминотропные средства Сиротонин Сиротонинергические Сиротонинергические средства Гистаминергические И так далее Я назвал вам только те медиаторы, которые имеют значение для нашей последующей работы, работы врача, который будет использовать лекарственные препараты под названием синаптотропные средства с целью регуляции функций мозга и самых различных органов и систем нашего организма, определяющих гомеостаз. Фармакология синаптотропных средств, я уже говорил и еще раз повторяю, это холинотропные, адренотропные, дофаминотропные, серотонинотропные, гамкергические, оксидергические и так далее. Мы на наших лекциях должны прежде всего разобрать холинотропные, адренотропные для того, чтобы каждый из вас понял принцип действия синаптотропных средств. И этот принцип действия синаптотропных средств мы разберем с вами на холинотропных средствах на сегодняшней лекции, адренотропных средствах на следующей лекции. То есть это будут лекарственные препараты для холинотропных, которые являются антиглоукомными препаратами, то есть снижающие внутриглазное давление, для лечения слабоумия, гипооцидные состояния при гипероцидных состояниях гастродональной зоны, спазмолитики и так далее. Итак, холинотропные средства. Я еще раз напомню вам, что синаптотропные средства, лекарственные препараты, которые либо облегчают и действуют подобно медиатору, носят название меметики, либо затрудняют, ослабляют, нарушают, блокируют передачу нервных импульсов через химические синусы как в мозге, так и в окончаниях вегетативных, соматических нервов на клетках исполнительных органов и тканей. Таким образом, синаптотропные средства, вы видите схематическое изображение того, о чем я сказал, это две базовые группы препаратов. Это меметики, действующие подобно медиатору в организме, и блокаторы, которые конкурентно блокируют возможность передачи нервных импульсов между нервными клетками, нервных импульсов между нервной клеткой и клеткой исполнительных органов. Все это в конечном итоге позволяет управлять нервными и психическими процессами, а также функциональным состоянием нервной системы, то есть нейропластичностью в случае нарушений, вызванных конкретной патологией. Вот они, патологические состояния, обусловленные участием холинергической системы организма. Я показываю вам холинергическую систему, она, ее влияние и в мозге, и в органах и тканях может быть ослаблена, и тогда мы будем говорить о старческом слабоумии, болезни Альцгеймера, миостении или патологической утомленной слабостью скелетных мышц, нейродинамические нарушения, которые возникают в средстве черепно-мозговой травмы, нейрохирургических вмешательств, нарушений мозгового кровообращения. Это глаукома, которая проявляется повышенным внутриглазным давлением и в конечном итоге потерей зрения. Это порез кишечника, особенно послеоперационный. Это атония мочевого пузыря после использования наркотических аналогетиков в операционном и послеоперационном периоде. Мы с вами назвали базовые патологии, которые характеризуют состояние слабой холинергической медиации, ослабленного холинергических процессов, ослабления холинергических влияний на различные внутренние органы и системы. Запомнить это можно? Безусловно, можно. Если запомнить, если вспомнить классическое выражение, о котором вам говорили наверняка на физиологии. Ночь – это царство вагуса. Именно вагус является ведущим холинергическим нервом, ведущим холинергическим нервом. Поэтому то, что происходит ночью в состоянии, допустим, гиперактивности холинергической системы – это вот те патологические состояния, о которых я вам говорил. Именно эти патологические состояния являются в конечном итоге показанием к назначению холинопозитивных средств или холиномеметиков. Или холиномеметиков. Чуть дальше, во второй половине нашей лекции, мы будем говорить о другом, противоположном патологических состояниях. Итак, мы вспоминаем, что такое холинергическая медиация. Холинергическая нервация тела – это приганглионарные нейроны, имеют крайне сакральную сакрацию, локализацию – это пары черепно-мозговых нервов. Третья – нервус окулемоториус, лицевой нерв, нервус фациалист, седьмой, девятый – глюсофарингеус. И, наконец, десятый, главный – нервус вагус, блуждающий нерв. А также выходят из спинного мозга в составе передних корешков второго, четвертого крестцовых сегментов. Хочу напомнить вам, что парасимпатические, ПЭС, такая аббревиатура этого слова, Вегетативные ганглии или постганглионары располагаются чаще внутри органа, внутри ткани конкретной, то есть внутри органа, то есть непосредственно в сердце, в желудке, кишечнике, в мочевом пузыре, слюных железах и так далее, регулируя их функцию. Классическая картинка, тоже из физиологии, что представляет собой синапс и для чего он существует. Принципиально вы понимаете, что синапс существует для того, чтобы в месте контакта передать нервный импульс или волну деполяризации с пресинаптической части синапса на постсинаптическую часть синапса. Позволю себе напомнить вам, посмотрите в левую часть слайда, вы видите в состоянии покоя, мембрана снаружи заряжена положительно, благодаря ионам натрия их больше снаружи, а внутри заряжена отрицательно, благодаря калию с анионами сильных кислот. Это достаточно легко запомнить, когда мы говорим к наружи, к наружи, калия больше внутри клетки, натрия больше снаружи. Но приходит волна деполяризации пресинаптической мембране и открываются натриевые каналы, натриевые каналы, открываются кальциевые каналы, происходит деполяризация мембраны пресинаптических пузырьков и мембрана пресинаптического пузырька сливается с пресинаптической мембране, высвобождая ацетилхолину. Ацетилхолину остается два пути. Первое, взаимодействовать с рецепторами. И это взаимодействие с рецепторами открывает натриевые каналы внутрь, калиевые каналы наружу с анионами сильных кислот, что так или иначе приводит к деполяризации. Вот он потенциал действия. Как только деполяризация произошла, включаются реполяризационные механизмы, которые возвращают мембрану клетки в состоянии покоя, к наружу, к наружу. Но главное сделано. Ацетилхолин, взаимодействуя с рецепторами постсинаптической мембраны, передал возбуждение от одной нервной клетки к другой, передал возбуждение от одной нервной клетки к другим клеткам исполнительных органов. Вторая участь ацетилхолина, после того, как он взаимодействовал с рецепторами и включение реполяризационных механизмов, ацетилхолин будет разрушен. Разрушен кем? Холинэстеразы. Вот он, фермент холинэстераза, который разрушает ацетилхолин. Но организму жалко, если весь ацетилхолин-медиатор, который с таким трудом синтезируется в нервных клетках, будет постоянно разрушаться. Существует, по крайней мере, для разных типов синапсов, от двух до четырех механизмов реаптейка или обратного захвата пресинаптической терминалью медиатора. Ацетилхолин, неразрушенный холинэстеразой, возвращается обратно в пресинапс, синаптические пузырьки и ждет своей участи передать новый импульс пресинапса на постсинаптическую мембрану. Вот еще раз, пресинаптическая часть синапса и постсинаптическая с холинэрецепторами. Если мы говорим о пресинаптических процессах, мы прежде всего должны понимать, это место, где принципиально образуются или накапливаются медиаторы. Накапливаются они в виде синаптических пузырьков. Образование ацетилхолина, в частности, у нас сегодня тема холинотропные средства, работа холинергических синапсов, происходит с участием ацетилкоэнзима А и холина, с участием обязательного фермента, который носит название холин ацетилаза. Холин ацетилаза, вот процесс, когда деполяризация пришла в пресинаптическую мембрану, входит кальций, который активирует актомиозиновые комплексы как синаптических пузырьков, так и пресинаптической мембраны, они сближаются, высвобождаются ацетилхолин, который работает на постсинаптических мембранах. После начала реполяризационных процессов холин и стераза разрушает ацетилхолин, или этот ацетилхолин процессом реаптейка возвращается в пресинаптическую мембрану. То есть два базовых фермента вы должны запомнить. Холин и стераза, фермент деградации ацетилхолина, и холин ацетилаза, фермент синтеза. Холинотропное средство это не что иное, как лекарственное средство, которое обладает способностью усиливать или холинопозитивные холиномеметики, я прошу прощения, я на лекции, усиливать холинопозитивные или холиномеметики, или ослаблять холинергическую передачу нервных импульсов через холинергические синапсы. То, что мы уже с вами рисовали, то, что мы уже запомнили. Все холинотропные средства делятся на две базовые группы. Холинопозитивные, они усиливают или действуют подобно холиномеметике ацетилхолину. И холинонегативные, или антихолинергические, или холиноблокаторы. Вот две группы холинотропных средств. Типы холинорецепторов для мишени лекарственных препаратов. На данном слайде я выделил красным цветом те холинорецепторы, о которых мы будем с вами говорить. Ибо есть лекарственные препараты избирательно возбуждающие, или наоборот блокирующие, как М, так и Н холинорецепторы. Структура холинорецептора, она здесь представлена. Итак, мы переходим с вами и вспоминаем классификацию холиноргических рецепторов. Они делятся на две подгруппы. Это холинорецепторы, которые реагируют не только на ацетилхолин, поэтому называются холинорецепторы. Но и на мускарин, это яд, гриба, мухомора. Поэтому и носят название М, или мускариночувствительные холинорецепторы. И рецепторы, которые реагируют не только на ацетилхолин, но и на алкалоид табака, никотин, но не реагируют на мускарин. Поэтому они носят название никотиноподобное. Или Н холинорецепторы. Возбуждение как М, так и Н холинорецепторов холинотропными средствами, безусловно, усиливает функцию клеток, тканей, органов. А блокада, напротив, ослабляет или тормозит эту функцию. Где же расположены М-холинорецепторы или мускариночувствительные холинорецепторы? В каких органах и тканях они работать будут? М-холинотропные лекарственные препараты. Прежде всего в области окончаний парасимпатических нервов. На гладкомышечных клетках, это в бронхах, желчном пузыре, желчных протоках, мочевом пузыре, мочеточнике, желудке, кишечнике. Это железистые клетки, шлюных и бронхиальных железок. В клетках слизистой оболочки желудка, поджелудочной железы, это глаз. Прежде всего цилиарная мышца, получающая М-холиноргическую иннервацию. Круговая мышца радужной оболочки глаза, получающая М-холиноргическую иннервацию. М-холинорецепторы расположены и в мозге. Это прежде всего ретикулярная формация или активирующая система мозга. Это неокортекс, субстрат нашего сознания. Это двигательные центры в среднем мозге, в мозжечке, в коре, в спинном мозге и так далее. А также М-холинорецепторы, как исключение из правил, располагаются в области окончаний симпатических нервов, потовых железок, матки и так далее. А где же расположены анхолинорецепторы, через которые мы будем влиять на функциональное состояние этих тканей? Это прежде всего знаменитая пятерка. Это вегетативные ганглии. Причем вегетативные ганглии находятся в нервах, которые называются вегетативными нервами. Эти вегетативные нервы могут быть как в парасимпатических, а вы помните, мы говорили об этом, внутриорганно расположенных или интраорганно, и симпатических нервах. В симпатических нервах вегетативные ганглии расположены вблизь выхода со спинного мозга. Вегетативные ганглии – место, где находятся энхолинорецепторы. Через энхолинорецепторы происходит взаимодействие с пре-ганглионарного на постглионарный участок вегетативных ганглиев. Вторая область, где расположены энхолинорецепторы – это нервно-мышечные синапсы скелетных мышц. Без понимания этого мы не будем знать, как работают мышечные релаксанты. Мышечные релаксанты, которые необходимы для работы врача-анестезиолога интенсивной терапии в хирургической клинике. Третье место, где расположены энхолинорецепторы – это синокаротидный синус. Вот место бифуркации сонной артерии. На наружную и внутреннюю место бифуркации расположены клетки синокаротидного клубочка, который общается между собой и возбуждается, возбуждая энхолинорецепторы. Энхолинорецепторы расположены в хромофинной или мозговой ткани над почечником. Они располагаются также в центральной нервной системе. Мы имеем в виду гиппокамп или морской конек, ведущая структура лимбической системы мозга. Одна из ведущих структур, определяющая судорожную готовность мозга. Это кора больших полушарий, неокортекс, который, повторяю, является субстратом сознания, осознания реальной действительности. Это так называемые клетки Реншоу, штавочные нейроны спинного мозга и так далее. Таким образом, холинотропные средства уже не просто делятся на холинопозитивные, холиномеметики, холинонегативные, антихолинергические, холиноблокаторы. Но, учитывая наличие синапсов, они могут быть прямого рецепторного действия, быть М-холиномеметиками и Н-холиномеметиками. Но холинопозитивные средства могут влиять на процессы образования и разрушения самого ацетилхолина, высвобождение самого ацетилхолина в пресинаптической части синапса. Поэтому такие холиномеметики носят название холиномеметиками непрямого или антихолинестеразного типа действия. Помните, холинестераза – это фермент деградации ацетилхолина. Разрушение или торможение холинестеразы – это, так или иначе, накопление ацетилхолина. То есть, не прямо действует на процессы в синапсе, действует преимущественно в пресинапсе. Если говорить о холиноблокаторах антихолинергических, то это М-холиноблокаторы, Н-холиноблокаторы, о которых мы будем говорить чуть далее более подробно. Такая красивая картинка, классификация холинотропных средств, мне напоминает такую красоту, которую мы видим в парке Шевченко, выход на монастырский остров, так называемый мост влюбленных. Мы начинаем с вами разбирать и более подробно говорить о подгруппах холинотропных средств. Итак, холинопозитивные или холиномеметики. Мы уже договорились, они бывают не прямого или пресинаптического действия, ибо они блокируют ацетилхолинэстеразу, фермент деградации ацетилхолина, а значит способствуют накоплению ацетилхолина и усилению холинергического контроля со стороны холинергической системы. И эти лекарственные препараты подгруппы носят название антихолинэстеразных препаратов. Золотым стандартом здесь являются два препарата. Неостегминиметилсульфаз, международное название, известное очень хорошо нашим докторам под коммерческим названием Прозерин, повторяю, это золотой стандарт холиномеметиков непрямого пресинаптического действия. И галантамино-гидробромид, который тоже в свою очередь является одним из золотых стандартов для лечения старческого слабоумия при нарушении процесса в обучении памяти. Мы будем в свое время говорить об этом более подробно. Сюда же относятся и синтетические заменители того же галантамино-перидостегминобромид, дистегминобромид или убротит, токрит и так далее. Все это антихолинестеразные лекарственные препараты. Что касается холинопозитивных средств прямого, то есть рецепторного, пострецепторного действия. Они в свою очередь делятся на М-холиномеметики и золотой стандарт для лечения глаукомы прежде всего. Это пилокорпиногидробромид, гидрохлорид, а также синтетический ациклидин. И Н-холиномеметики, цитизин, тоже получаемый из табака препарат. Лекарственные препараты носят название цититон, табекс и так далее. Я позволю себе напомнить, что красным цветом здесь и в дальнейшем я буду обозначать те лекарственные препараты, которые являются обязательными для изучения. Не просто обязательными для изучения, а те, которые являются правильными ответами на вопросы в лицензионных экзаменах КРОК-1. Итак, вы видите здесь на данной картинке неостегминометилнсульфаз или прозерин и пилокорпиногидрохлорид или антиглаукомный препарат, а также галантаминогидробромид. Красота. Я хочу обратить ваше внимание на галантус невалис. Галантус невалис или подснежник-белоснежник. Подснежник-белоснежник. Именно он является лекарственным растением, в состав которого входит алкалоид галантамин. Из него получают лекарственный препарат галантаминогидробромиди. Обратите внимание, вот он тоже. Подснежник-белоснежник. И еще одно растение. Пилокарпус ябарантий или пилокарпус перистолистый, который содержит алкалоид пилокорпин. Препарат раствор пилокарпус гидрохлориди в виде глазных капель выпускается. Вот это растение. Казалось бы, такое неказистое. Вот цветочки. Такие знакомые цветочки. Они часто встречаются. Но, тем не менее, офтальмологическая практика без глазных капель пилокарпина сегодня трудно ее представить. Более того, я говорил, что действующее начало, о которых мы показывали в этих лекарственных растениях, это не что иное, как алкалоиды. Это базовые биологически активные вещества, входящие в состав лекарственных растений. Это базовые биологически активные вещества, которые позволяют из этих алкалоидов делать лекарства. А значит, эти базовые биологически активные вещества лекарственных растений позволяют эти растения называть лекарственными. Что же такое алкалоиды? Это сложные, азот, содержащие гетероциклические соединения, преимущественно растительного происхождения, обладающие щелочеподобными свойствами. Алкалоид подобный щелочеподобными свойствами. Более того, это не полярное соединение, не растворимое в воде, обращаю ваше внимание, не растворимое в воде, но хорошо взаимодействующее с кислотами, с образованием растворимых в воде солей. Вот алкалоид пилокарпуса, пилокарпин, но в виде глазных капель он используется в виде соли, солюционис, пилокарпини, гидрохлорини. Платифилин, алкалоид крестовника, солюционис, платифилини, гидротартрас. Алкалоид эфедрих, вещевой, будем на следующей лекции, эфедрин, солюционис, эфедрин и гидрохлорини. Алкалоид мака снотворного или морфин, это солюционис, морфини, гидрохлорини. Алкалоид мака снотворного, папаварин, солюционис, папаварини, гидрохлорини. То есть еще раз, алкалоиды, входящие в состав лекарственных растений и их содержащих, это не полярные соединения, не растворимые в воде, но хорошо взаимодействующие с кислотами, с образованием растворимых в воде солей. На данной картинке я здесь и в последующем, на всех последующих лекциях буду вам показывать картинки лекарственных препаратов, о которых мы с вами будем говорить в нашей лекции. Вот мы говорили с вами о галантамине, вот галантамин, вот лекарственные формы этого галантамина различных производителей. Вот одно из коммерческих названий, невалин. А вот вы видите прозерин, тоже в различных лекарственных формах, или неостегмин. Вы видите здесь и другие препараты, о которых я говорил в классификации. Хочу ваше внимание обратить на эпидокрин, хорошо известный под названием нейромедин. Надо сказать, что именно с этим препаратом мы очень много в лабораториях наших, доклинических лабораториях нашей кафедры изучали токсические и лекарственные свойства данного препарата, что необходимо по решению фармкомитета для последующей регистрации нейромедина у нас в Украине, как лекарственного препарата. Вы видите здесь и лекарственные препараты, которые не являются антихолинистеразными, как все названные препараты, а являются средствами, которые усиливают синтез ацетилхолина. Будем в свое время говорить более подробно. Холина-альфа-сцерат, или церетон, или глиотилин, лекарственный препарат, который высвобождает холин при попадании через гематоэнцефалический барьер в мозг. И этот холин используется нервными клетками для синтеза ацетилхолина. Это холиномеметики непрямого пресиноптического действия, обладающие способностью либо усиливать образование ацетилхолина, либо блокируя холинестеразу, фермент деградации ацетилхолина, способствовать накоплению ацетилхолина в органах и тканях в мозге, и способствовать проявлению холинопозитивных эффектов в организме. Я обращаю ваше внимание на то, о чем мы уже говорили. Антихолинестеразные препараты, тот же неостегмин, прозерин, тот же галантамин, это лекарственные препараты, которые блокируют холинестеразу. Фермент деградации ацетилхолина. В результате количество ацетилхолина увеличивается, усиливается холинергическая импульсация в мозге, и парасимпатический холинергический систем за деятельностью самых различных периферических органов и тканей, о которых мы с вами говорили, называя места локализации, как М-холинорецепторов, так и Н-холинорецепторов. Ну и два базовых препарата из антихолинестеразных. Вы должны запомнить, галантаминогидробрамид – золотой стандарт лекарственных препаратов, которые восстанавливают психическую функцию, восстанавливая нарушенную холинергическую медиацию. Это не только сознание, это не только психоэмоциональная активность лимбической системы, но это и активность двигательных центров. Неостегминиметинсульфаз или прозерин – это периферического действия антихолинестеразный препарат, который прежде всего, и это должно быть вами на всю жизнь запомнено, это препарат, который усиливает прежде всего моторику кишечника. Любой уважающий себя хирург в послеоперационной палате обязательно спрашивает пациента, как у вас со стулом, как работает кишечник, ибо лекарственные препараты и прежде всего аналгетики, наркотические аналгетики, которые используются предоперационно, интраоперационно, послеоперационно, тормозят моторику кишечника, что является нехорошим элементом послеоперационного периода у хирургических пациентов. Холиномеметики прямого действия, мы здесь говорим о пилокарпине, гидрохлориде, и я надеюсь, вы запомнили, это прежде всего антиглоукомный препарат, препарат, который, возбуждая М-холинорецепторы, прежде всего, в окончаниях парасимпатических нервов, нервус окуля моториус, на глазодвигательной мускулатуре, вызывает не только сужение зрачка, это понятное дело, но расширяя фонтановое пространство, шлемов канал, объемы, где находится жидкость, внутриглазная жидкость, снижает внутриглазное давление, а значит является, прежде всего, антиглоукомным препаратом. Вот он, глаз. И что делают холинопозитивные средства? Прежде всего, пилокарпин, как антиглоукомный препарат. Он сокращает круговую мышцу глаза, вызывая миоз. Он сокращает целярную мышцу, вызывая спазм аккомодации и снижает внутриглазное давление. Вы видите сужение зрачка и снижение внутриглазного давления, если оно повышено. Поэтому пилокарпиногидрохлорид на всю оставшуюся жизнь, вы запомните, это антиглоукомный лекарственный препарат. Обратите ваше внимание, вот он, пилокарпин. Вот он, лекарственные препараты. Вы видите, прежде всего, лекарственные формы в виде глазных капель. Препарат, который вызывает, используется прежде всего в офтальмологии, вызывает сокращение мышцы сужающий зрачок, миоз, но самое главное при этом, снижается внутриглазное давление. Абсолютно противоположно действует холиноблокатор, золотой стандарт, который носит название атропин. Атропиносульфат, вот, в виде глазных каплей, если используется, вся глазодвигательная мускулатура расслабляется. Внутриглазное давление повышается, да, но при этом расширяется зрачок. Вот он, расширенный зрачок. Зачем нам это нужно? Мы преследуем две цели. Первая цель. Если расслабляется глазодвигательная мускулатура, расширяется зрачок, эта глазодвигательная мускулатура отдыхает. Отдыхает после напряженной работы глазного анализатора и глазодвигательной мускулатуры. А с другой стороны, через расширенный зрачок мы можем увидеть на дне, глазном дне, состояние соска зрительного нерва. Состояние соска зрительного нерва. Ибо состояние этого соска зрительного нерва будет определять способность передавать импульсацию от рецепторов в сетчатке глаза в глазодвигательные центры и способность видеть. Кроме того, состояние глазодвигательного нерва помогает врачу определить, насколько удастся с помощью медикаментозных препаратов восстановить зрение у пациента, которое значительно снижается с возрастом или в силу самых различных заболеваний. Еще раз, посмотрите, пилокарпин, он вызывает сужение зрачка. Зрачок становится толстым, наблюдается спазм аккомодации, но при этом вот это пространство шлемого канала и фонтанового пространства расширяется, снижается внутриглазное давление. А вот атропина, сульфат, он делает плоским зрачок. Этот зрачок расширяется, но при этом наступает паралич аккомодации. Мы об этом немножечко об атропине поговорим с вами чуть дальше. Как же влияют холинопозитивные средства на сердце? Я уже говорил, главным холинергическим нервом является нервус вагус. Вагус – это ночь. Поэтому вот как во время отдыха, во время ночи изменяется работа сердечно-судистой системы. Безусловно, снижение частоты сердечных сокращений – это отрицательный кронотропный эффект. Более того, вагус снижает силу сокращений – отрицательный инотропный эффект. Ночью сердечко должно отдыхать. Уменьшается рефракторный период и снижается скорость проведения нервных импульсов по проводящей системе сердца от предсердий к желудочкам и так далее. Отрицательный дромотропный эффект. Вот, если я включу, вы это увидите. Вы это увидите. Как изменяется под влиянием сердца частота сердечных сокращений. Если говорить о холинопозитивных и действиях на сосуды, вы прекрасно понимаете, что ночь – это царство вагуса, поэтому уровень артериального давления естественно снижен, а значит, все холинопозитивные средства, усиливающие холинергическую медиацию в мозге и на периферии, на сосуды приводят к дилатации или расширению сосудов. И все это происходит посредством специального эндотелиального фактора релаксации или оксида азота. Вот, под влиянием холинопозитивных средств расширяются сосуды и снижается уровень артериального давления. То, что касается бронхов. Тоже легко запомнить. Вы наверняка и тоже на всю оставшуюся жизнь запомните о том, что у больного бронхиальной астмы, у больного с хроническим абструктивным заболеванием легких. Чаще всего приступы наступают ночью. Поэтому, естественно, помните о том, что вагус – это бронхоконстрикция, сокращение просвета бронхов. Вот так работают холинопозитивные препараты на бронхиальных мышцах. То, что касается бронхиальных желез – стимуляция. Стимуляция бронхиальных желез наступает при этом. Я хочу обратить ваше внимание на состояние холинергического криза. Это состояние, которое наступает в результате передозировки холиномиметиков или их нерационального использования. Наступает явление избыточной гиперактивности холинергической медиации и в мозге, и на периферии. Резко нарастает мышечная слабость, развитие дыхательной недостаточности. У больных мест и не вызваны передозировки антихолинэстратных препаратов, избыточное количество которых блокирует нервно-мышечную передачу. При этом сужается зрачок. Наблюдается порез аккомодации, мышечное подергивание, гиперсекреция слюны и бронхиальной слизистой, усиление перистальтики, понос, рвота, брадикардия. При этом способы лечения холинергической или парасимпатической гиперстимуляции это не только временная отмена антихолинэстратных препаратов, но и восстановление проводимости дыхательных путей, интубация. Это искусственная вентиляция легких и вводят антихолинергический препарат золотым стандартом, который является атропия. Вы спросите, и все это важно знать и помнить при наличии только принципиально одного офтальмологического препарата пилокарпина? Нет, конечно же нет. Обратите внимание на верхнюю часть слайда. Передозировка холинометика, в том числе и фосы, которые не являются лекарственными препаратами. Но о них не сказать мы просто не можем. Вот они, фосы или фосфорорганические соединения. Содержащие пятивалентный фосфор. Их, почему они не называются лекарственными препаратами? Они необратимо блокируют холинэстеразу и вызывают такое мощное, избыточное возбуждение, перевозбуждение ацетилхолина, холинергической медиации, что это приведет к тремору и к смерти. Вот они, фосфорорганические соединения. Это прежде всего пестициды. Пестис, зараза. Цида убивают. Для уничтожения вредной растительности и организмов. Инсектициды, уничтожающие насекомых вредителей, как в быту, так и на производстве. Инсектум, насекомое. Хорошо известные на слуху вам дихлофос, теофос, хлорофос, карбофос, метафос, пирофос, а также инсектициды, которые защищают растения. Октофит, октара, инспектор, антимедведка, табазол и так далее. Но мало этих фосфорорганических соединений. К фосфорорганическим соединениям, точно так же работающим антихолинэстеразно, как эпилокарпин, как антихолинэстеразно, как галантамин, как прозерин, работают боевые отравляющие вещества. Это нервно-паралитического типа действия. Табун, зарин, заман, новичок, хорошо известный уже на слуху у вас, этилзарин, так называемые вигазы, несколько вдохов и наступает смерть. Смерть в результате резчайшего образования высвобождения ацетилхолина и блокады нервно-мышечных синапсов. И поэтому наступает спазм дыхательной мускулатуры и дыхание становится невозможным. На данной схеме показано действие зарина. Это боевое отравляющее вещество одно из первым, как работает в холинергическом синапсе. Повторяю, необратимое, необратимое угнетение холинэстеразы. Необратимое угнетение холинэстеразы. Еще раз, необратимо блокирующие холинэстеразы. И все то, о чем мы с вами говорили, со стороны мозга, глаза, сердца, легких, пищевого тракта, костно-мышечной системы, кожи и так далее, и так далее. К сожалению, блокаторов или реактиваторов холинэстеразы, лекарственных веществ, которые позволяют остановить холинэстеразу, очень мало, очень мало. На сегодняшний день это дипероксин, это изонитрозит. Хочу сказать, что днем с огнем их не найдешь сегодня. Они должны быть в аптечках, отвечающих за использование и, возможно, использование химоружия в войсках. Не знаю, есть ли он в этих аптечках. Или, если не помогает, дипероксин. Или изонитрозит надо использовать комбинацию. За рубежом наиболее известный, и он есть, и он находится, и у нас в Украине пролидоксин. Пролидоксин. Это специфические реактиваторы холинэстеразы. Специфические. Вы видите, я не нашел даже этих лекарственных форм дипероксина или изонитрозита для того, чтобы показать вам. Ну, а при невозможности использовать реактиваторы холинэстеразы, если их невозможно найти, достать, то используется атропин, который вводится до появления легких признаков передозировки данного лекарственного препарата. Мы делаем перерыв, маленький такой перерыв в виде картинки от холина позитивных к холинонегативным лекарственным препаратам. И я напоминаю вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и оттворят вам. Если перефразировать это Евангелие от Матфея, важно не только слышать меня, но слушать меня, но и слышать, видеть меня, но и увидеть, увидеть то, все то, о чем мы с вами будем говорить дальше. Патологическое состояние, обусловленное гиперактивностью холинергической системы, которое является показанием к назначению холинонегативных или холиноблокаторов. Это прежде всего гиперацидное состояние гастрододенальной зоны. К сожалению, ваша студенческая жизнь достаточно не такая легкая, как только кажется. И 15-20% из вас будут иметь к концу окончания гиперацидное состояние гастрододенальной зоны в виде гастритов, эрозий, не дай бог язвенных болезней желудка и 12-перстной кишки и так далее. Гиперактивность холинергической системы это печеночная колика, это почечная колика, это кишечная колика, это бронхоспастические состояния, это состояние дрожательного паралича или паркинсонизма, это гипертензивное состояние, гипертонус скелетной мускулатуры и так далее. Все эти состояния являются показанием к назначению антихолинестеразных препаратов или холиноблокаторов. Вот они, холинонегативные средства или холиноблокаторы. Прежде всего, это огромная группа, практически широко используемая группа М-холиноблокаторов или мускариночувствительных холиноблокаторов. И золотым стандартом является атропиносульфат. Позволю себе напомнить вам, красным цветом я выделяю препарат, который точно будет в Кроке-1, а более жирным цветом, вот видите, фиолетовым жирным цветом, я выделяю препараты, которые входят в состав препаратов для обязательного изучения на практических занятиях в курсе фармакологии. Атропиносульфат, скополамино-гидробромид, платифилино-гидротартрат, спазмолитин или дифацил, бутилскополамино-бромид или бускапан, ипротропиум-бромид или атровент, итроп, триотропии-бромид или спирива, вы видите, все это бронхоспастическое состояние. Пирензепин или коммерческое название гастроцепин говорит само за себя. Это ЖКТ-спазмы. Циклодол или тригексифенидил препарат, который проникая через гематоэнцефалический барьер, один из всех остальных М-холиноблокаторов и работает для лечения паркинсонизма. Это через одну лекцию, мы будем об этом говорить более подробно. Но все это М-холиноблокаторы. К М-холиноблокаторам относятся мышечные релаксанты и блокаторы вегетативных ганглиев. Чуть позже будет разговор и о них. Какие красивые цветы? А это не что иное, как видите вверху, справа и слева, датурастрамониум или дурман обыкновенный. Я обращаю ваше внимание на народное название этих красивых цветов и красивых ягод. Дурмана обыкновенная, дурман вонючий, гивдерево, дуропьян, дурьезелье, одурь-трава, шальная трава, колючие яблоки, бадура, баяк, дурнишник. К сожалению, вот эти красивые цветы, как и цветы других лекарственных растений, являются ядовитыми, красивыми. А вот эти ягоды здесь, ягоды здесь, ягоды здесь и здесь могут быть причиной отравления детей. Ибо все эти цветы все чаще используются, их высаживают в местах отдыха, на дачах, на клумбах для красоты. Но тем не менее, это не просто лекарственные растения, это ядовитые лекарственные растения. Вот он, дурман обыкновенный. Сюда же относится гиосиамус нигер или белина черная, блэкота, бешеная трава, бешенытя, короста, атропа белядонна или красавка обыкновенная, белядонна, красуха, зонная одурь, бешеная ягода, вишня бешеная, скополия, корнеолика, или мандрагора, беляна колокол, мандригуля, голосовое зелье, громовой корень, пьяный корень. Это не просто лекарственные растения. Это лекарственные растения, которые содержат биологически активные вещества, алкалоиды, гиосиамин, атропин, скополамин. Вот они, лекарственные препараты, которые содержат соли алкалоидов, гиосиамина, атропина, и скополамина. Но в то же время они являются ядовитыми. Золотым стандартом холиноблокаторов растительного происхождения, конечно же, является атропа белядонна. Первым названием атропа белядонна этому растению дал Карл Линей при составлении своей систематики растений. Систематики растений. Он обратил внимание на исторические данные, согласно которым еще древние греки, древние римлянны, женщины использовали настой из этих ягод для того, чтобы закапывать ими глаза. Зрачки становились огромными, глаза становились блестящими, потому что повышалось внутриглазное давление, женщина становилась красивой, неотразимой, поэтому и получила название белядонна, что в переводе обозначает красивая женщина. Ну, а слово атропа подчеркивает то, что все лекарственные растения, которые содержат и дурман, и белина, и красавка, и скополия, содержат атропин, который является ядовитым, и поэтому эти лекарственные растения носят название лекарственных ядовитых растений, но лекарственные препараты, которые получаются из этих алкалоидов, они находят все более и более широкое применение в медицинской практике. Вот они, атропиносульфат разных производителей. Вот он платифилина, вот он платифилин, вот бускопан, бускопан, вот гастроцепин, циклодол, вот спирива, атровент препараты, вот он скополамин, видите, трансдермальную терапевтическую систему, содержащую скополамин, вот скополамин входит в состав аэрона, препарат, который используется при воздушной болезни, при морской болезни. В свое время мы его рекомендовали, вернее, еще мои учителя, профессор Батрак Григорьевич, профессор Хрусталев Степан Иванович и другие профессора, вернее, сотрудники, которые впоследствии стали с профессорами. Кстати сказать, был еще один препарат, платибрин, который уже вышел из, уже не производится, он содержит скополамина, камфорно-кислый и кофеин. Эти препараты были разработаны сотрудниками кафедры фармакологии нашей, нашего медицинского института на тот запрос, который сделал для нас заказ Институт медико-биологических проблем космического центра, который находится под Москвой. Ибо хорошо известно, речь идет не только о воздушной и морской болезни, речь идет о так называемой космической болезни движений, когда у астронавтов и у американских астронавтов и у наших космонавтов, независимо от уровня подготовки, развивается науза, тошнота, рвота у этих пациентов обусловлена избытком холинергической активации на рвотный и дыхательный центр, и были предложены эти лекарственные препараты. Сегодня, повторяю, остался один аэрон, который содержит скополамин и гиосциамин, то есть М-холиноблокаторы используются для лечения воздушной и так называемой морской болезни. Вот они, показания к назначению. Это почечная колика, это приступ схваткообразной боли в области почки, обусловленный движением мочевых камней, это приступ печеночной колики, где камушек пытается пролезть и выйти из желчного пузыря и пролезть через желчные протоки, через финтероди в 12-першную кишку. Это кишечная колика, спастические запросы, бронхоспазм, гипероцидное состояние гастродональной для предупреждения рефлекторной остановки сердца, паркинсонизм, для расширения зрачка с диагностической целью увидеть состояние глазного дна и состояние соска зрительного нерва, с лечебной целью, когда нам надо дать отдохнуть глазодвигательной мускулатурой. Да, 3, 5, 7 дней пациент не сможет использовать свое зрение по назначению, то есть читать, потому что будет паралич аккомодации, паралич аккомодации, но глазодвигательная мускулатура в этот период будет отдыхать. Вот они, фармакодинамика препаратов. ЦНС практически не проникает в холиноблокаторы, исключение является для циклодола, который является уже центральным М-холиноблокатором и используется при перкинсонизме. Мы будем в свое время говорить о антипаркинсонических препаратах через одну лекцию. Это циклоплегия и умеренное расширение зрачка. Это снижение артериального давления, сократимости миокарда, умеренная тахикардия. Это в желудочно-кишечном тракте холиноблокаторы обладают способностью уменьшать желудочную секрецию и повышать моторику желудочно-кишечного тракта. мочеполовая система и прежде всего нарушение мочи и спускания в первую очередь у мужчин аденомой предстательной железы. Хотя и возможно нарушение эрекции, эякуляции, но при этом вы видите повышается тонус миометрия, что очень и очень неприятно для процесса при желании все-таки сохранить ту беременность, которая все-таки наступает. М-холиноблокаторы почему они так действуют? Потому что работают через М-холинорецепторы и тормозят парасимпатическую холинергическую иннервацию в гладкомышечных клетках, железистых клетках, в глазу, в центральной нервной системе, потовых желез и в матке. Я обращаю ваше внимание на Н-холиноблокаторы. Н-холиноблокаторы это мышечные релаксанты, одни из них деполяризующего типа действия, деполяризующие. Это деполяризация рано или поздно застойная приводит к гиперполяризации и к блокаде проведения возбуждения через нервно-мышечный синус. Используется для релаксации мускулатуры и необходимости с одной целью заинтубировать больного и присоединить аппарат искусственного дыхания, а с другой стороны уменьшить тонус мышц, которые будут мешать работать хирургу, особенно если он работает в брюшной полости и так далее. Это суксометония, йодид, лекарственный препарат. Я на лекции. И антидеполяризующего типа действия тубокурорина хлорид или пипикурония бромид. Вот эти два препарата суксометония или дитилин или стенон являются для обязательного изучения будет в Кроке-1, а пипикуроний дополнительно препарат для обязательного изучения коммерческое название Ардуан в курсе на практических занятиях по фармакологии. И блокаторы вегетативных ганглии или ганглиоблокаторы могут быть короткой продолжительности действия, средней продолжительности действия. И вы видите препарат для обязательного изучения гексометония бензосульфаназ или бензогексония. Вот они картинки. Это картинки лекарственных препаратов. Вторичная лекарственная фор, вторичная лекарственная упаковка лекарственных растений. Суксометония хлорид, он же листином, он же детелен, все это миорелаксанты деполяризующего типа действия. При этом я еще раз подчеркиваю, использование этих препаратов обязательно требует интубации и ИВЛ. И вы видите тубарин или ардуан, препарат, который является миорелаксантом антидеполяризующего действия и опять же обязательно интубация и ИВЛ. А вот они, ганглиоблокаторы, пентамин, бензогексони, перилен. Миорелаксанты. Почему они называются антидеполяризующим? Видите, слово выделил красным цветом. Эти препараты, а именно тубокурорин, ардуан, норкурон, они конкурируют с ацетилхолином эндогенным за Н-холинорецепторы в нервно-мышечных синапсах. Экранируя, прикрывая от эндогенного ацетилхолина, Н-холинорецепторы мембран клеток скелетной мускулатуры, эти конкурентные мерелаксанты препятствуют возбуждению, деполяризации и мышцы расслабляются, дают возможность заинтубировать пациента и мышечная активность не будет мешать врачу-хирургу выполнять свое дело в операционной. Деполяризующего типа действия суксаметония едит дитилин. Молекула, химическая структура дитилина, она подобна к молекуле ацетилхолина, но это не ацетилхолин. Поэтому вроде активируются Н-холинорецепторы, вроде вызывается деполяризация, но реполяризации не наступает, и деполяризация в конечном итоге становится гиперполяризация, вы видите здесь красным цветом я видел, гиперполяризация, синаптическая холиностераза и дитилин не разрушается, а стойко-нераспространяющиеся возбуждения очень быстро переходят в торможение. Или парабиоз, вы помните из физиологии по-веденскому. Ганглиоблокаторы – это частичная или полная денервация органов, вегетативная блокада в организме. Еще до недавнего времени ганглиоблокаторы, которые сегодня применяются редко, но все-таки можно их использовать в комплексной терапии гипертонической болезни, облитерирующей эндортериита, гипероцидных состояний гастроденальной зоны при отеке легких. Хотя сразу же хочу сказать, что ганглиоблокаторы в большинстве протоколов, особенно международных и стандартов лечения, диагностики и профилактики самых различных заболеваний, как правило, уже отсутствуют. Показания к назначению миорелаксантов, конечно же, миорелаксация. Конечно же, редко, но для устранения судорожных приступов при столбнячной инфекции, при отравлении судорожных ядов. И очень редко, только умелое взаимодействие анеста, анестезиологи и травматолога может использоваться при тяжелых выдихах, при вправлении этих выдихов. Еще раз, красота, холинотропные средства. Холинопозитивные, холинонегативные. Холинопозитивные непрямого и прямого. Холиноблокаторы М и Н-холиноблокаторы и так далее. Какая красота, какая красота. Мы чувствуем, конечно, окончание нашей лекции, но тем не менее. Вот они, перечень. Латинское название препаратов для обязательного изучения. Их лекарственные формы, концентрации и терапевтическая дозировка в одной лекарственной форме. Место первичной фармакологической реакции на следующей лекции будет адренергический синапс и адренотропные средства, безусловно, на завтра. Ну, а сегодня я хочу поблагодарить вас за внимание. Кто хотел видеть, тот увидел. Кто хотел слышать, тот услышал. Ну, а помните, дороже здоровья может быть только лекарственные препараты. Поэтому будьте здоровы, будьте здоровы. Спасибо, дякую. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо.